Некоторые сотрудники пограничной полиции Молдовы были вовлечены в схемы по нелегальной переправке украинских граждан призывного возраста. Это признал глава ведомства Руслан Галушка в интервью изданию АДВРЛ. На данный момент из 17 наших сотрудников, в отношении которых велось расследование, двое были осуждены за коррупцию, остальные 15 сняты с должности. В отношении них еще ведется расследование. По словам Галушки, пограничники использовали различные методы для организации нелегальной миграции. Так, например, сообщали организаторам схем об участках границы, где нет патруля, ставили печати в паспорта, но не вносили мигрантов в электронную базу данных. По данным пограничной полиции, в схемах по переброске в Молдову граждан Украины призывного возраста участвовали порядка 250 человек. К сожалению, из 250 активных членов только один человек, согласно решению суда, получил наказание в виде лишения свободы. К другим были применены штрафы в размере от 40 тысяч до 50 тысяч леев. За два года с начала войны на Украине было возбуждено 912 уголовных дел в связи с организацией нелегальной миграции. При этом количество таких случаев растет из года в год. Как отметил Руслан Галушка, в этом году было уже зафиксировано 96 эпизодов, а один сотрудник пограничной полиции уволен. Украинцев призывного возраста не останавливает ни распутицы на полях, ни холодная вода в Днестре, которую они пересекают в плавь. Разве что стаи волков, которые бродят вдоль общей границы, могут спугнуть нелегальных мигрантов. Сегодня пограничная служба Украины сообщила о том, что один из перебежчиков был вынужден вызвать помощь после того, как его окружили хищники.